На пленарном заседании мы говорили о кадастровой стоимости, наверное, у трех докладчиков эта тема была. Она двоякая. В прошлом году была переоценка земельных участков. Она касается, кстати говоря, не только бизнеса, любого из нас, тот, у кого есть в собственности какой-то объект или какая-то земля, потому что это переоценка всех земельных участков. В этом году будет проводиться переоценка объектов капитального строительства, то есть любых иных объектов. И первое направление это то, что вот эта кадастровая оценка, она по федеральным правилам проводится, она должна быть максимально адекватна. Она должна быть приближена к рыночной, потому что предприниматели, вот мы встречи проводим, день уполномоченного в муниципальных образованиях, проехали за два года уже 45 городов и районов и продолжаем эту тему практически из недели в неделю. И самый частый вопрос, который возникает у предпринимателей, это даже не столько там патентная система налогообложения, упрощенная система, сколько тема налогов на имущество или на землю, исходя из кадастровой стоимости земли либо объектов. То есть первое, нам нужно адекватно в этом году, это наше предложение, под контролем правительства Виктора Петровича, отработать вот саму кадастровую оценку, чтобы объекты максимально адекватно были оценены, чтобы не получалось, когда объект по кадастровой стоимости стоит 40 миллионов, а рыночная стоимость его 5 миллионов. Попробуй продай, налоги из 40 миллионов, даже если ты его за 5 продашь, налоговая инспекция будет налог исчислять, исходя из 70% кадастровой стоимости, то есть не из 5 миллионов, поэтому много моментов, плюс аренда отсюда же земли считается и так далее, и так далее, объектом. Поэтому вот эта тема, это раз. Второе, у нас в прошлом году большая подвижка была, принят был краевой закон, уполномоченный заходил тоже в качестве субъекта правозаконодательной инициативы в Закособрании, о так называемых 300 квадратных метров. То есть для организации, для ОООшек можно было взять свой объект и вычесть 300 квадратных метров, и исходя из оставшейся площади, только посчитать налог. Он на самом деле у нас не очень, видимо, работает, потому что там были определенные ограничения по заработной плате и прочее, прочее. Но эти налоги, они не оборотные, они не зависят от деятельности. Работаешь ты, не работаешь ты. Пример в COVID был, когда был запрет на деятельность 2 месяца. Ты должен платить эти налоги. И поэтому нельзя, как наша точка зрения, делать в зависимости от уровня зарплаты и так далее. То есть надо просто сказать, что вот мы вам даем льготу, потому что понимаем, что не всегда кадастровая стоимость совпадает с рыночной. Вот эта тема, которую транслировали, надеюсь, что в этом году мы ее решим. Плюс у нас есть рекомендация в законе при принятии муниципалитетом принять. Мы-то только по ОООшкам принимали на уровне края. А то, что касается индивидуальных предпринимателей, они же как физлица. То есть их имущество, это уровень муниципальных образований. Поэтому надо поработать с муниципалитетами, в том числе и, может быть, дотациями какими-то определенными, чтобы они к 2024 году приняли эти решения. Вот то, что касается вот этой темы. Она, на самом деле, одна из самых главных. У нас есть сейчас предложение в резолюцию, в том числе и вот тоже тема очень большая. Она на многих наших площадках озвучивалась. Это тема поддержки сельского бизнеса, потому что край аграрный. Чуть меньше половины населения живет в сельских районах. И поэтому иногда магазин тот же сельский является градообразующим для села. Но у нас всего есть меньше ста человек. И они во многом держатся уже не на школе, а держатся именно на магазине. Поэтому там уже социальная функция. Довести за 20, 30, 40 километров от райцентра, 70 километров от райцентра. У нас же тоже такие расстояния есть. Просто привезти хлеб, там иные продукты, чтобы люди купили. То есть там уже мы не говорим о прибыли. То есть люди живут просто с этого оборота, иногда даже еще и что-то вкладывают дополнительно. Поэтому программы у нас уже есть, они работают. У нас есть поддержка именно сельской торговли. Виктор Петрович два года назад предложил 30 миллионов выделяется, освоенный за 22-й год абсолютно на 100%. Но я думаю, что уже надо не 100, а 200%. То есть вот мы и предлагаем вот эту господдержку для сельской торговли увеличить, чтобы они могли купить что-то, оборудование там и прочее, прочее. А вообще в идеале, и эти предложения тоже у нас были, надо посмотреть в нескольких регионах. Это есть у соседней Новосибирской области. Просто может быть прямая поддержка вот тех сельских магазинов, которые там. То есть чтобы они жили, чтобы они выполняли эту социальную функцию.